МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». Христос рождается, славите! Эти удивительные слова, наполненные радостью и душевным ликованием, вновь и вновь звучат в рождественскую ночь в храме, куда мы приходим со своей семьей, близкими, родными людьми, чтобы все вместе, в единстве, молитвенно встретить этот великий праздник, встретить родившегося в святую ночь Бога-младенца, Иисуса Христа. ПЕСНЯ В ожидании пришествия в мир Спасителя свои души стараются преобразить православные христиане, соблюдавшие рождественский пост. В преддверии праздника преображаются и храмы, украшаются елями, символами вечной жизни, и рождественскими вертепами. Вертепы — это что-то наподобие такой пещерки, которые украшают тоже лапками зелеными от елей, от других, может быть, растений. И там одно из двух. Или устанавливается аналойчик, где ложится икона с изображением Рождества Христова, или же там ставятся такие фигурки этих лиц, которые принимали прямое участие в празднуемом и воспоминаемом событии Рождества Христова. Это прежде всего Богомладенец, Пресвятая Дева Мария, Праведный Иосиф, пастушки, которые пришли первыми и узнали о родившемся Христе и пришли поклониться Ему, также волхвы, которые пришли из Востока. То есть вот такие традиции существуют в православных храмах. Традиции украшать елями храмы сохранялось в Брянске и в советское время. Я с детства посещал православные храмы. Их было мало в Брянске в то время. Три храма в черте города и один за чуть-чуть пределами в поселке Супонево. Вот можно сказать, четыре храма было. Но я помню, что с самого детства, посещая их, я видел, что убранство елками, вертепами, оно имеет такую традицию из тех времен. И так же и раздавались подарки детям. Но это где было возможно. Что касается, может быть, каких-то запретов и притеснений, то мы знаем, да, в советские годы, конечно, в особенности в первые годы после революции, что были запреты на все эти традиции, такие церковные. Что касается и елок, и вертепов. Но потом это было разрешено, и опять это стало иметь место в храмах, что действительно радует наши взоры. В рождественские дни люди живут в ожидании чуда. И поэтому Рождество нередко называют детским праздником. Ну так что же это такое рождественское чудо? Когда человек готовил себе посту, когда он посещает богослужения, которые нас настраивают к встрече этого великого праздника, то в самом богослужении там вот все это отражено. Насколько несет этот праздник, какую пользу для нашей души. И в связи с этим, какие мы можем ожидать чудеса? Если мы вникаем в это все, если мы вот то, что Господь принес на землю, то есть свое божественное учение, мы применяем в жизни, то этим самым ведь человек облагораживается, вот если он старается жить по христианской морали. И, наверное, это тоже можно назвать чудом. То есть это преображение человека. И, наверное, больше, чем это чудо, наверное, назвать нельзя. И поэтому все зависит от нас. Насколько мы сами можем приблизиться к этому событию, осознать его, насколько мы жертвуем собой или идем по этому христианскому пути, как сказать, не жалея, может быть, иногда своих сил и не ища при этом никакой выгоды, а просто пользы для своей души. Рождественские святые дни святки начинаются сразу после празднования Рождества Христова. На Руси святки праздновали широко и торжественно, колядовали, прославляя в песнях Рождество Спасителя, устраивали благотворительные акции, поздравляли с праздником больных и заключенных в темницах, творили дела милосердия. Как нас учит церковь вести в эти дни, то, конечно, она напоминает нам о том, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи, в нашем внимании. И поэтому, особенно в эти дни, что и делает наш Владыка, и дает нам добрый пример всегда в этом, он тоже посещает и в Рождественский день приюты, онкоцентры, вот этот раз планируется детский центр онкологический посетить. Ну и помимо того, что раздаются подарки, конечно, какое-то слово доброе им в их адрес преподносит Владыка. Вот так призываемся и мы, все участвовать в этом. Даже хотя бы каждый прихожанин, каждый верующий человек, он может это делать. Если даже не какие-то заведения социальные посетить, то хотя бы своих близких, о которых тоже иной раз, в повседневные дни, может быть, человек забывать. Поэтому в эти дни хорошо бы об этом вспомнить, оставить суету, посетить их и как-то порадоваться этому празднику, но только в рамках разумного, естественно, поделиться какими-то впечатлениями добрыми, поделиться, может быть, именно какими-то впечатлениями, касающимися духовной нашей жизни. То есть все то приемлется, что служит пользой для нашей бессмертной души. К празднику в воскресных школах готовят рождественские спектакли. Свои постановки дети показывают не только прихожанам храма, но и в приютах, детских домах, воспитательных колониях и общеобразовательных школах. В этом году Молодежный музыкальный православный театр при Брянском храме в честь Вознесения Господня готовит новый спектакль «Чудеса на Рождество» или «Орех крокоток» по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик» или «Мышиный король». Действие происходит в современном мире. В этом году мы акцентировали в нашем спектакле тему именно окружения очень многоликого и разнообразного окружения наших детей. Детей, которые в семье воспитаны, воспитываются в православных традициях и в православной вере. В семье они иногда как бы живут и по одним правилам приходят в школу, живут по другим правилам, на улице живут еще по каким-то новым правилам. И вот это раздвоение, расстроение неблаготворно влияет на формирование личности. И мы вот эту тему немножко затронули в этой сказке. Конечно же, в спектакле рассказывается и о рождественских чудесах, которых с особым трепетом в душе ждут дети. Ожидание чуда охватывает всех, но не все понимают, откуда это ожидание чуда. И именно праздник Рождества, рождение Христа, это и есть то чудо, которое было, которое всеми ощутимо, которое ожидается до сих пор всеми, прежде всего, конечно, детьми. Любишь Рождество? Да, я его прямо обожаю всей душой. К нам приезжает много родных, они нас всех поздравляют, мы друг другу дарим подарки. Для меня это все, правда говоря. Происходят чудеса, все мы верим, всей семьей ходим на ночную службу. Этот праздник для меня очень много значит. В прошлом году произошло такое чудо. Все ветки на деревьях, на кустах покрылись белым инеем. И были маленькие иголочки. После этого мы все так вот дружно верим, любим этот праздник. Этот праздник может случиться любое чудо. Надо в него главное верить. Мы перед Рождеством убираем, делаем генеральную уборку, потом собираемся всей семьей, идем в церковь, потом накрываем стол. Когда я прихожу в храм на Рождество, мне на душе становится светлей. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ на Рождественской епархиальной елке. По традиции, в канун праздника Православный молодежный центр преображения Брянской епархии проводит акцию «Рождественское чудо». Сотрудники центра собирают подарки для детей-сирот и затем поздравляют их с праздниками. Милосердные брянцы с удовольствием откликаются на эту акцию, присоединяются к походу в приют и в дальнейшем сами нередко становятся волонтерами. Мы хотим привлечь внимание, наверное, со стороны жителей нашего города, со стороны православных христиан к той проблеме, что на самом деле в Брянске развито волонтерское движение и очень много и студентов, и работающей молодежи посещают сиротские учреждения, но работа эта носит характер акционарности. То есть от акции к акции прошел какой-то значительный праздник, Новый год, потом 1 июня, и вот только раз в полгода посещают, как правило, вот такие сиротские учреждения. Нам бы хотелось все-таки работу сделать более системной и привлечь волонтеров к регулярным занятиям с детьми и показать, что детки все-таки больше нуждаются во внимании, заботе, личном отношении. И вообще такая эффективная работа с детьми-сиротами, она, конечно, направлена на личное сопровождение. Вот если волонтер находит силы в себе на протяжении всей жизни сопровождать и делом, и словом одного ребенка-сироту, это, конечно, очень ценно. Брянский областной реабилитационный центр, где находятся дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, православная молодежь окормляет уже на протяжении многих лет. Молодые люди приходят сюда каждую неделю, общаются с ребятами, играют, оказывают различную помощь. В канун Нового года волонтеры устроили для воспитанников центра настоящий праздник. Делали с ними новогодние подделки, рассказывали о родившемся младенце Иисусе Христе и смысле праздника, играли и водили хороводы вокруг елки и, конечно же, дарили подарки. Очень нравится приносить детям радость. Они очень радуются, когда мы приезжаем. Они сразу бегут, нас обнимают, спрашивают, как дела. Мы спрашиваем, как у них дела. Это на самом деле очень интересно. Детей очень люблю. Хотелось бы, конечно, отметить девочек-волонтеров, которые нас посещают регулярно. И наши дети очень с удовольствием и радостью принимают этих гостей и с желанием занимаются. Нравится итог, который у них потом получается. Поблагодарить девочек, конечно, бы очень хотелось. И, конечно, мы ждем их всегда с нетерпением и рады всегда встрече с ними. Акция «Рождественское чудо» еще продолжается. И в ней могут поучаствовать все желающие. Подарки принимаются по адресу улица Покровская гора, дом 5, здание управления Брянской метрополии, кабинет номер 8. Нужно, конечно, звонить предварительно, чтобы сотрудники смогли принять ваши подарки. И, конечно же, акция продлится у нас до 10 января включительно, потому что мы будем поздравлять детей уже с Рождеством Христовым и рассказывать, проводить цикл занятий о христианских праздниках. Поэтому уже можно даже и после Рождества также приносить подарки и оказать помощь детям. И дети, и взрослые верят в чудо в рождественские дни. И детки в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, они, конечно, мечтают о самом главном, о любящей и заботливой семье. Конечно, мы хотим бы подарить им это, но в наших силах подарить им внимание, заботу, капельку тепла. Ну, а там, я думаю, что все будет на самом деле хорошо. И у них по молитвам в эти праздничные дни. Дорогие телезрители, хочется в рождественские дни поздравить вас с этим величайшим христианским событием, праздником Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа. И пожелать вам духовной радости, мира душевного, вот этой радости о родившемся Господе, здоровья, успехов в ваших трудах. И, наверное, что очень сейчас тоже немаловажным, это пожелать мирного неба всем над головой. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч! Дохранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова